Приветствую вас и давайте разберемся с кем, чтоб вы не приходили. Ваш машининг изменил вам несколько раз и вы его прощали. Попрос заключается в том, ради чего и для чего вы это делаете. Если человек изменяет, то это серьезный удар по вам, по вашей самооценке, по гордости и на самом-то тихо и по его гордости, по гордости мужчин, по его самоуважению тоже, но другое дело, что человек этого может быть не понимает. Но тем не менее, так оно и идет. И мужчина, собственно говоря, видимо не раскаивается в достаточном образом, чтобы показать вам, что этого больше не повторится. Собственно говоря, вы сами знаете, что раз за разом ситуация будет повторяться и вы уже не надеетесь, что мужчина ради вас свое поведение изменит. Но что это вас продолжает удерживать? Что это? Вы говорите, что не можете от него уйти. Хотите, но не можете, потому что любите его. Но что значит любовь? Любовь, это когда мы человека принимаем так, как он есть, и хотим делать его счастливее и обычнее. Но вы-то его таким, как он есть, не принимаете, да и не можете принять, потому что это оскорбление ваших чувств. Вы не должны терпеть такого с вами обращения. И получается, что мужчина не отвечает вам заимствию. Он не отвечает вам теми же чувствами, что и вы ему. А это означает, что ваши отношения как бы односторонние. Вы заинтересованы в том, чтобы быть молодым человеком, а он нет. И почему он не заинтересован? Потому что, потому что знает, что раз вы дождались его из армии, значит, скорее всего, никуда от него уже не денетесь. Он показывает вам, что вы ему принадлежите. Принадлежите ему полностью. И это позволило ему вести себя подобным образом. И для начала вам могу допустить, что мысль о разрыве отношений вас действительно пугает. Поэтому давайте мы про разрыв отношений говорить пока не будем. А может быть мужчине нужно одуматься? Давайте попробуем дать ему возможность одуматься. Как? Показав, что вы не будете его ждать. Не будете терпеть его поведение, а можете при отсутствии достаточного внимания к вам просто-напросто уйти к другому мужчине или начать встречаться с другим мужчиной. И вот это, как облако по голове ударит мужчин. И если чувств в углам у него есть, но они оказались погребены под давлением его впечатлений относительно вашей преданности, то они проявят себя. Если чувств нет, то мужчины и бороться соответственно за вас не будет. И возвращать вас он тоже не будет. Если это так, то отношения получается есть только с вашей стороны. И если они только с вашей стороны. И вас устраивает, что вам не отличает взаимностью, значит у вас имеются какие-то потребности. Потребности в том, чтобы, ну, не оглядываться на то, как человек к вам относится, а отдавать предпочтение, приоритет тому, что чувствуете только вы. Есть какая-то потребность лично для вас в мужчине. И вот что вы получаете от общения, от взаимодействий с ним нужно выяснять. Социальный статус, надежность, какое-то будущее, бег от одиночества, может быть что-то еще. Но вот это что-то мешает вам, по сути, от него уйти. Потому что, если вы его любите и любите любовью искренней, то простите, хотите, чтобы он был счастлив. А с вами он явно не счастлив, раз вам изменяет. И это означает, что вы, делая для него все, что можете, не способны обеспечить ему счастлив. И это означает, что вам с ним не в пути. Безусловно, любящие люди обычно в такой ситуации человека отпускают. Говорят, ну вот, я не смогла дать тебе того, что ты хочешь. Надеюсь, ты будешь счастлив без меня. Но при этом, при этом, не позволяя ущемлять свою гордость. При этом, не позволяя унижать себя. А каждая измена, это унижение вас. И вот надо спросить себя. Во-первых, почему вы терпите эти унижения ради чего? И второе, почему вы не отпустили мужчину, если любите его? И вот, если на вопрос второй, вы затруднитесь ответить, то это будет означать, что у вас элементы любовной зависимости, и зависимость об условленных потребностях. Вот эту потребность нужно выявить, начать его удовлетворять не через человека, не через мужчину, а как бы напрямую, вами лично. И тогда, вы не будете зависеть от, ну, от него. По крайней мере, в этом плане. Чувства останутся, они будут искренними и бескорыстными. Они будут бескорыстными. И это позволит вам, вот, бескорыстные, кричеванные, помогать человеку увидеть мир таким, как он есть. Истин. А истина, это означает, что нет альтернатив. Альтернатив пониманию ситуации. Альтернатив трактовке поведения, например. Для этого нужно убрать личных взаинтересованных. А заинтересованность кроется в попрямцах и в желаниях. Надеюсь, вам цепочка моих мыслей ясна. Так что, если захотите разобраться с этим поподробнее, пишите. Помогу. А пока на этом все. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если я делаю его лучше. Так. 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 Очень сложно lane fight.